Привет! И вот мы снова в дороге. После Ростова передохнули немного и отправились в новое путешествие. На этот раз в Томск. Ну а цель у нас все та же. Везем наши мозаики на выставку. На этот раз в Томскую духовную семинарию. Ну а мы это наша команда Артблаго, некоммерческая организация. На сей раз в лице Романа Нищерета, отца-настоятеля храма Михаила Архангела, он же духовный наставник нашего проекта. И как раз он за рулем везет меня и Карину. Карина наш художник и автор проекта в Томск. А на другой машине едет Стас наш директор. Накануне шел снегопад и мы переживали, что дорога будет скользкая. Она действительно была скользкая, но только в районе Красноярска. А дальше нам улыбалось солнце. По пути делали остановки пару раз, чтобы заправить машину и пару раз, чтобы заправить себя кофе и чаем. Ну и также передохнуть ее и размять ножки. Расстояние между Железногорском и Томском по трассе 639 километров. За мной команда заехала где-то в 9.20 утра, то есть с полдесятого мы в дороге. Из городов мы проезжали Ачинск и Мариинск. Вот как раз сейчас вы видите кадры Ачинска. Сегодня Ачинск – это крупнейший центр промышленности Красноярского края. Городообразующим предприятием здесь является Ачинский глиноземный комбинат. Крупнейшее в России предприятие, занимающееся переработкой нефилиновой руды в глинозем, кальцированную соду и гидроксид алюминия. А вот и красивый собор, куда мы, возможно, заедем на обратном пути. Основан первый Ачинский острог был в 1641 году. Тогда Всеволод Яков Тухачевский, под его началом проводились освоения земель Причулыми и Юго-Сибири, заложил острог на реке Белый Июз. Обратите внимание, какое облако, как перышко. Вот, кстати, тот самый глиноземный комбинат пыхтит. Кочевники тот острог сжигали не раз. Существует две основных версии, почему река и город были так названы. Первая говорит об Ачигах, тюркских племенах, которые ранее селились на берегах реки. Ну, а вторая настаивает на происхождении названия от рода киргизских поселенцев Ач. Как ни странно, дорога не кажется тяжелой, мы много общаемся, разговариваем, Роман Алексеевич рассказывает нам интересные истории, так что время действительно пролетает незаметно. И вот мы подъезжаем к самому северному городу Кемеровской области, Мариинску. Он же здесь и самый старый. Ранее город назывался Кийское до 1857 года, а расположен он на левом берегу реки Кия, бассейн Аби, у пересечения ее Транссибирской ЖД-магистралью. Ранее я Мариинск проезжала только на поезде, и вообще в этих местах я впервые. За Мариинском оказалась самая дешевая заправка, там же мы покушали бутербродов и попили чайку. А на улице было морозно, осталось нам где-то три часа пути. Ну а пока мы в пути, разрешите пригласить вас в свой телеграм-канал Ишпагина, астродневник Ирины Шпагиной. Там у меня много всего, в том числе вы можете посмотреть фотографии и подробности с текстами об этой поездке. Это мои заметки на полях, и я стараюсь жить согласно астрологии и нумерологии, иногда делюсь интересными советами. Роман Алексеевич предложил нам свернуть с маршрута и заехать по пути в село Ишим и посмотреть на развалины Старой Церкови. Ребята, а где здесь церковь разрушенная? Там прямо? По всей видимости, недавно не было этого храма. Значит, построили. Надо же, храмик построили небольшой. Через Ишим проходил сибирский тракт, единственная большая дорога, ведущая с запада на восток по Российской империи. И стоит здесь теперь разрушенный 200-летний храм. Это новый крест, но и по нему видно, что он новый. В этом соборе молились когда-то идущие по этапу декабристы, также здесь бывал ссыльный Чернышевский и цесаревич Николай Александрович. Николай II, будущий русский император, когда возвращался из путешествия в Японию. Бывал здесь и Чехов. Теперь же предел нерукотворного образа Иисуса Христа порос полынью. И об архитектуре русского барокко и богатом когда-то убранстве уже ничего не напоминает. А ведь это был красивейший храм, гордость села. А у него было три предела. Левый – святого Николая, центральный во имя нерукотворного образа Иисуса Христа и правый в честь святого Иннокентия Иркутского. Над зданием возвышалась колокольня, остов которой частично сохранился. Во время революции храм обезглавили и разграбили, а потом в 30-х здание приспособили под склад зерна. Остатки внутреннего убранства храма уничтожил огонь. Пожар случился в 1942 году. В 70-е местные частично разобрали кирпичную кладку. Теперь же с 1982 года эти развалины внесены в список памятников архитектуры регионального значения. Местные поговаривают, что когда-то звонарь закопал где-то неподалеку от храма, под какой-то елкой, церковное золото. Но до сих пор клад никто не нашел. У меня, если честно, было ощущение, что мы находимся где-то не в России. Местечко приятное, даже в каком-то смысле медитативное. Да и на нашей сибирской земле редко встречишь руины храма. Хотя церквей на нашей территории было разрушено немало. К слову, наш проект, который мы везем в Томск, посвящен разрушенным памятникам архитектуры, православным храмам. Команда «Артблага» и волонтеры города Железногорска восстановили пять храмов в виде мозаичных полотен. Конкретно про этот храм я вам рассказывала в шортсе, но немного повторюсь. Первая церковь, деревянная, появилась здесь вместе со строительством села в середине 1700-х годов. Столетием позже она обветшала и уже не вмещала всех желающих. Поэтому в 1803 году начали строительство новой каменной церкви. Село к тому моменту разрослось и стало большим, а вот финансирования не хватало. Поэтому строительство храма затянулось аж на полсотни лет. Основную часть храма построили только к 1841 году, а правый предел церкви был пристроен в 1852 году. Роман Алексеевич выяснил, что это был трехпрестольный храм. Храм спаса нерукотворного? Да. Плохо видно? Вот он сейчас здесь. Отсвечивает. Напротив тоже храмик какой-то маленький. Ну что ж, посмотрели, впечатлились и пора двигаться дальше. Нас ждет Томск. Прощай, храм. И вот мы въезжаем в Томск. Это небольшой по размеру, но очень научный и промышленный сибирский город. Это, по сути, студенческий город. Кстати, здесь познакомились мои родители. Городу 420 лет. Он был основан в 1604 году в качестве крепости у впадения реки Ушайки в Томь. Люди проживали, правда, здесь задолго до этого. Есть доказательства – археологические находки. Которые обнаружили здесь стоянки эпохи Палеолита, городище I века до н.э. Средневековые курганные могильники и другие древности. В конце XIX века здесь открылись первые за Уралом университеты. Томск называли сибирскими афинами. Во время Великой Отечественной войны здесь базировались ведущие советские предприятия. В Томск мы заехали где-то часов в шесть вечера. И посмотрите, какой красивый нас встречал закат. Сейчас мы первым делом едем заселяться в нашу гостиницу «Купеческий дом», которую я покажу вам в следующем видео. Также вас ожидают наши прогулки. Узнаете чуть больше про наш проект, про Томскую духовную семинарию. Мы будем там в музее. Буду рада, если вы останетесь со мной. Благодарю вас за просмотр. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»